Запись условия и рисование рисунка занимает минуту 10 секунд, поэтому можно переключаться дальше, посмотрев только на обозначения, которые приняты при решении этой задачи. То, что у нас газ-аргон, означает, что он одноатомный, поскольку инертный, и число степеней свободы, и равно трём. То есть внутренняя энергия это всегда число степеней свободы, одноатомный, двухатомный газ. Стреляет в то, что нам нужно будет использовать внутреннюю энергию, формулу для внутренней энергии. Поэтому записываем формулу для внутренней энергии, записываем Q3,1 за время изотермического процесса. Поскольку газ отдаёт тепло, то Q3,1 отрицательно. Надо найти разность температур T1-T2, а скорее наоборот T2-T1, чтобы получилась положительная величина. Не очень чётко написано, что заштрихованная площадь это А-цикла, которая там дана. А количество тепла будет равно работе, то есть площади А3-1. Потому что процесс эзотермический и изменение внутренней энергии там будет равно нулю. То есть работа А2-1, заштрихованный полностью прямоугольник под графиком процесса 1-2, будет складываться из площади цикла А-ц. И работы 1-3, чтобы она была положительной, мы сделали. Газ расширяется, поэтому работа положительная. Понятно, что эта работа будет равна минус Q3,1. То есть количество тепла, отданному газом при изотермическом процессе. Запишем площадь этого прямоугольника P1 на V2-U1. Наверное, здесь будет нам важно выразить всё это через температуры, поскольку надо искать разность температуры. Поэтому перейдём к внутренней энергии. Запишем формулу для внутренней энергии. А в формуле для работы подставим из уравнениями дерева Клаперона значение P1 на V2 равно ню-РТ2. И, соответственно, для V1 ню-РТ1. Поскольку нам надо найти разность температуры, то внутренняя энергия нам здесь и не пригодится. Она у нас, по сути дела, найдена. Площадь А1,2, которая стоит в числителе, мы можем сюда просто подставить. Знай данные величины АЦ и Q3,1 и разделить.